Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости нашего канала. Сегодня у нас представлен к обзору караван Lunar Zenit SX, так называемый, шестиместный вариант каравана. Данное предложение у нас находится на площадке по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Караван 2009 года выпуска, его стоимость 992 тысячи рублей. Караван, как я уже сказал, шестиместный, оснащен бойлером проточного типа Трума на 10 литров, работающим от электричества и от газа комбинированным отопителем, также работающим от электричества и от газа, ну и его безусловной особенностью является наличие полноценных шести мест. Сцепная головка Алка с тормозом накатного типа, с боковым компенсатором. В данном караване используются две розетки, разнесенные семи пиновая розетка агрегатная и серая розетка для работы внутреннего оборудования, в частности зарядки собственного аккумулятора, работы холодильника от 12 вольт и, безусловно, какая-то часть света также работает. Караван оснащен собственным редуктором газовым, для российской газификации будет необходима только замена газового шланга. Газовые шланги практически всегда есть у нас в наличии, все это решаемо на месте, баллоны по вашему желанию. Закладная для палатки в данном караване находится с любой из сторон каравана, оснащен туалетом, туалет Тедфорс, проточным, с отдельным сливным баком, отдельным бачком, кассета на 15 литров. Далее по правой стороне мы видим слив серых, шины свои штатные, задняя часть холодильника, бокс для установки собственного аккумулятора и места подключения 220, место подключения насоса помпы и в данном случае мы видим крышку походную для бойлера Трума. Для того, чтобы нам пользоваться данным бойлером, крышку необходимо снять, так как нужна и приточка, и выхлоп. Бойлер может не запуститься, когда крышка на месте. Итак, закладная для тента палатки со стороны входа слева в изумительном состоянии, в принципе весь караван. Караван еще раз общий ракурс, очень красивый. Зенит шестиместный, полноценный, на одной оси. Караван достаточно маневренный. Давайте посмотрим, что внутри. Снаружи сегодня у нас сильный дождь. Итак, в передней части каравана расположилась вот такая вот огромнейшая зона, которая может быть превращена в спальню. Это диваны по метр девяносто. С учетом ширины каравана у нас здесь получается практически двухспальная кровать. Модификация данного каравана у нас идет с большим окном и очень узеньким подоконником. Это нам дает возможность больше места полезного получить спального. Есть слева по ходу движения вот такая вот боковушка. Она может быть использована как обеденная зона и может быть поставлен второй ярус. И две кровати на всю ширину каравана находятся у нас сзади 0,8 на 2. То есть здесь уже такие полноценные стационарные спальные места. Еще раз по планировке. Вот мы вошли. В передней части каравана у нас расположился диван, который превращается в большую спальную зону. Слева по ходу движения есть боковые места. Они также выкладываются в два яруса. И в задней части каравана также двухъярусные кровати. Что касается интерьера. То есть здесь у нас еще используются натуральные материалы. Вот такой вот лунарчик. Далее шторы все штатные еще. То есть охранность каравана достаточно приятная. В изумительном состоянии находятся москитные и фольгированные сетки на всех окнах. Зона есть у нас так называемая телевизионная. Здесь есть розеточка для 220 вольт, 12 вольт и выход антенного кабеля. Это касаемо левой стороны. По правой стороне по ходу движения расположилась над осью кухни. Кухня интегрированная. Такая классическая. Что в этой зоне у нас есть? Есть у нас газовая плита на три комфорта. Она с пьезоподжигом. Газовая духовка с газовым грилем в одной уже емкость. Емкость, как сказать. В одном ключе. В общем, есть и гриль, и духовка. Холодильник. Холодильник у нас Тетфорд. 104 литра. Работает он от предприятия, что и от газа. Есть замечательное место для хранения кухонных столовых приборов. Штатный стол на месте. Далее. Насос-помпа по традиции расположился в раковине. Здесь же в этой зоне у нас находится включение болера от газа и включение отопителя от электричества 220 вольт. Топится данный караван вот такой вот установочкой труба. Она сразу с газовой частью и с газовым механическим. Стартером. Так, в шкафу над отопителем расположились лесенки для второго яруса спальных мест и дополнительный матрас. Когда вы раскладываете вот этот второй ярус, это будет спальный матрас. Так, что еще? В передней части каравана вот такие вот большие панорамные люки. Есть аэролюки над осью и люк в конце каравана. То есть здесь, в данном случае, мы можем использовать данный караван как для, скажем, такого удобного отдыха для четырех человек. То есть два на разные стороны распределить спальные места. Как я уже сказал, зону, которая находится над осью, можно оставить как обеденную. Но здесь кому как больше нравится. Ну и все-таки, пожалуй, сама концепция данного каравана это, безусловно, пионерский лагерь с расположением вот таких вот. То есть здесь уже полноценных четыре места и достаточно взрослых детей можно расположить. Под передним диваном, который находится справа по ходу движения, у нас расположились газовый бойлер, бойлер Трума. На данном этапе бойлер Слит. Вы можете увидеть это по поднятому желтенькому флажку. Также здесь, опять же, для людей, которым свойственно и хотелось бы иметь бак, но здесь, наверное, достаточно места для того, чтобы его установить. Тем нехитрых манипуляций с каркасом данного дивана. Также сзади мы видим бокс под аккумулятор. И здесь управляющий блок на 12 и 220 вольт также расположился. Так, под диваном, который у нас находится слева, здесь, кроме как куча свободного места, ничего не расположилось. То есть здесь полет для вашей фантазии. И, как вы можете заметить, здесь не используется роллета, здесь используется уже сплошная фанера. Так, надо бы не забыть еще, конечно, посвятить время санузлу. Санузел в данном караване, безусловно, комбинированный. Это обусловлено таким большим количеством мест. У нас используется поворотный тетворд. Он абсолютно механический. То есть никаких тут нет электрических помп. Поддон веса, трещин и сколов. Есть вот такая вот штанга. Но это уже люди поставили сами, потому что есть и зона для принятия душа, которая может быть огоражена мягкой вот такой вот познавесочкой. Душ здесь есть. Здесь используется цилиндрическая вот такая линейка. Вот она может быть использована и как смеситель, и как телескоп. В данном караване используются включатели кнопки. То есть здесь не по давлению, а по замыканию цепи. Работает насос. То есть как только вы замкнули цепь, соответственно, синий контур прямой будет забирать водичку снаружи по прямому пути, и красный контур будет проходить через работающий бойлер, и тем самым подавать вам теплую воду. Итак, у нас сегодня представлен обзору караван Лунар Зенит 2009 года стоимостью 992 тысячи рублей. Полноценное шестиместное размещение с битопливным бойлером и таким же обогревателем. Смотрите у Юрия в инстаграме анонсы следующих обзоров, потому что он и принимает и разгружает караваны, и, соответственно, он выкладывает их первыми. Смотрите нас на сайте Авточо из Псков по наличию, потому что забронированы, там вы достаточно легко сориентируетесь. И обзоры, конечно же, представлены на нашем канале на Ютубе. Благодарю вас за ваши просмотры. До новых обзоров и до новых встреч на нашей площадке.